Привет, друзья! Это рубрика «Опыты». В прошлый раз мы поставили опыт с яйцом и уксусом. И, как мне показалось, опыт был таким грустным, печальным. Нам пришлось выбросить яйцо. И я стала думать, ну неужели нет какого-то опыта, который показал бы положительный пример, вдохновляющий. И я его нашла. Ребята, в прошлый раз мы поместили яйцо в уксус и сразу же убрали его на балкон. И не проследили за той реакцией, которая была в самом начале. А вот что происходит в самом начале. Вот мы поставили новый эксперимент. Нам нужно сырое яйцо и стакан с уксусом. Погружаем яйцо в стакан с уксусом. Оно опускается на дно. Но потом обратите внимание, сразу же вокруг яйца образуются мелкие пузырьки. Это реакция кислого уксуса и скорлупы, кальция. Они начинают как-то взаимодействовать, и появляются пузырьки углекислого газа. И через какое-то время эти пузырьки тянут яйцо вверх, оно поднимается. У нас оно всплыло где-то через три минуты. Яйцо можно вытащить, его можно сварить, съесть, поджарить, все что угодно. Оно будет в пригодном состоянии. Не такое, как прошлое. Кстати, ссылка на этот прошлый, такой печальный опыт будет в описании к этому видео. Посмотрите и сравните. И какое применение этому опыту? Знаете, друзья, пузырьки углекислого газа, это как наша совесть, как голос бога в нашем сердце. Когда мы погружаемся в неблагоприятную среду, попадаем в плохую компанию, зависаем на ненужных сайтах, или зависимость какая-то формируется, что-то нехорошее, то бог внутри нас вложил совесть. Наше сердце нам говорит и подсказывает, и выталкивает нас наверх. Оно говорит нам, что нужно делать. И если мы прислушаемся к этому голосу бога, и если мы позволим ему вытащить нас из этой неблагоприятной среды, то все будет хорошо. А если мы откажемся, скажем нет-нет, мы там остаемся, то с нами будет то, что произошло с прошлым яйцом. Бог дает человеку свободу выбора. Он ничего не делает насильно. От нас зависит, хотим ли мы Божьей помощи в своей жизни или хотим идти сами. Совесть есть у каждого, и у верующего, и у неверующего. Бог вложил ее в наши сердца. Давайте прислушиваться к голосу сердца, к голосу бога в нашем сердце и делать правильные решения в своей жизни. А я желаю вам хорошего дня. Пока!